народ здорово короче тут такие ништячки нульцевый выхлоп от audi rs7 или rs6 2014 2017 по-моему даже 18 год абсолютно новый неиспользованный банки было 2 мы купили этот выхлоп с парнем с корешем на двоих он будет часть себе устанавливать на opel я буду часть себе пилить на mitsubishi оригинальная насадка также все с кодами красиво выглядит качественно цвет тоже необычный все из нержавейки или даже какой-то непонятный сплав очень красивого цвета новые все хомуты после коллекторов идет маленький резонатор потом средний глушитель раздваивается на две банки одну банку себе взял одну банку забрал кореш тут еще какая интересная деталь тут у нас получается внутри есть заслонка то есть это был сюда ставится клапан электрические регулирует салона звук тише громче короче надо проверить влезет ли она влезет она точно но скорее всего эти две насадки надо будет отпилить и сделать другие прямые трубы так как она здесь ну разного разной формы разного диаметра и рассчитана на под оригинальную насадку вот и большая часть из этого из труб все это будет использоваться и варится на mitsubishi диаметр трубы кстати 60 миллиметров в идеале конечно бы хотелось 76 может быть будет когда-то может быть он будет какой-то съемный скорее всего новый бандах часть будет гоночная часть она будет короткая под дверь вот с этим это будет я используя буду использовать глушитель и часть будет съемная как бы она будет на городское использование ну посмотрим короче такой вот ништяк полностью нульцы вообще абсолютно новый стоил около двух тысяч евро и мы посмотрели так действительно такие цены есть но вообще ни разу не пользованный реально дорогая штука одни эти насадки красивые чего стоят так что будем из этого что-то лепить так ну что пришел после того как нанес миповскую жидкость эту которая вытягивает влагу поверх на голый металл уже все засохло поверх этого можно наносить грунт грунта у меня не было но я тут затарился это миповский эпоксидный двухкомпонентный грунт серого цвета это отвердитель к нему же получается один к одному добавляется также приобрел миповский герметик шовный полимерный полимерный специально потому что он остается мягким эластичным долго долгое время ну точнее всегда если брать как же называется этот полимерный а там у нас был 2 не помню короче еще второй тип этого герметика который тоже можно использовать для швов автомобилях он твердеет становится каменным не эпоксидный как же называется в общем не суть обязательно нужно брать полимер фокус таки полимерно надо брать тоже можно размазывать его просто пальцем во все швы в стыке поверх уже первого вот этого слоя который сейчас нанес я кстати буду вот все вот эти места вот это вот все это будет здесь тоже герметиком этим проходится кстати палец используйте всегда кожух на болгарке вот без кожуха попилил соскочила короче хорошо не глубоко так бы без пальца сейчас будет также для этого дела мне пришлось приобрести дешевый реально дешевый пистолет с дизой 1 и 5 как раз то что нужно под грунт это был такой комплект вот такой вот комплект стоил он 20 евро очень дешево но пистолет для воздуха для накачки пришла и главное мне нужно было это чтобы поставить грунт потому что покупать грунт баллонах 400 миллилитров грунта такого двух компонентов стоит 33 евро по моему это же вышло с отвердителем месте порядка 20 евро литр грунта и пол литра отвердителя этого хватит на год мне иметь маленький компрессор такой 50 литров всего ну 10 бар дует и принципе на давление 3 бара можно довольно нормально все это задуть покрасить вот так же пришла мне фара водительская что мы будем делать с фарой так как так как у нас здесь больше нету аккумулятора и сюда у нас будет выведен холодный пуск фильтр будет находиться здесь то соответственно на гонке какие-то покатушки я хочу снять сейчас стекло с этой фары но не сейчас а просто снять стекло здесь сделать ровную линию отпилить все это наставить крепление и внутри из этих черного из этого пластика сделать воздуха вот цельный такой чтобы поставить как будто фару и будет поток воздуха охлаждать на скорости фильтр ну моторный отсек плюс фильтр будет хорошо получать холодный воздух вот сейчас мы дальше продолжим все это чистить здесь сейчас все так все это мы сейчас зачистим также покроем миповским вытягивателем влаги и наверное уже на днях все это мы загрунтуем и задуем цвет потому что уже приедет со дня на день интеркулер и надо будет его примерять ставить уже и оставлять все здесь потому что уже хочется выехать покататься а то тут получается куда долго строй 5 короче чистка под капотки пошла опять не по плану в одном месте небольшая образовалась дырочка ну чтоб вы понимали что там было примерно ну митсубиси как бы чего возьмешь сейчас вырезал из бмв-шного металла с двери заплаточку такую 1 сюда подгоним прихватим обварим все что можно зачистим снизу тоже там пройдемся зачистим хотя бы временно как-то это все потому что конечно кузову по ходу трындец посмотрим сколько еще проживет может пару лет отъездить дальше будет видно короче как то так заварил не очень но тут еще одна дырка нарисовалась пипец он дырявый короче сейчас заплатки поставлю все это залью потом этим двухкомпонентным герметиком блин и как он там называется короче зачищу все все что можно не знаю потом мне кажется этому кузову осталось пару лет жить и все хотя многим расскажут да он еще свежак так процесс тут в разгаре не стал много чего снимать время не было короче второй слой положил эпоксидного грунта через пистолет самом деле хватает компрессора 50 литров вполне себе чтобы за раз пройти все это на давление в 3-4 бара короче как то так не идеально есть места где косяки не буду показывать но этот кузов уже на самом деле ничего не спасет даже пескоструй поэтому делаем визуал очку буквально на год на два и будем искать параллельно какой-нибудь кузов живой херовая конечно что там прогнило все просто дома внизу все стакан ну как бы самым силовая структура целая но чуть-чуть сбоку блин поэтому это все я замажу просто герметиком сверху покрашу положил короче везде герметик так получилось сильно не заморачивался но все швы профигарил там где сварка была тоже сделал здесь такое прям будет пятно так и останется с этим ничего делать не будем сверху этот герметик будет краситься и все будет окей нанес два слоя краски и заодно тут задул эту трубу которая с турбин идет на интеркулер там где герметик еще сохнет до завтра до послезавтра пару дней постоит чуть-чуть подсохнет и тогда там уже пойдем красить еще будет один слой здесь и лак и можно будет уже собирать навешивать там кулер так далее все остальное ну неплохо получается но жалко что машина блин хуже чем я предполагал под подкрыльниками внутри стаканов там как бы есть места пока еще все это держится все нормально лонжерона там все целы окей но конечно 23 года ей капец будет восстанавливать ее тоже смысла как бы нет этот кузов потому что он не имеет никакой ценности поэтому легче будет найти какой-нибудь донора но более-менее живого тоже его как бы ну восстановить и перекинуть всю технику что она живая как то так ну пока что такая короткая серия на рано будет поэтому увидимся через пару дней всем пока